МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель Лады Гранты говорит, что его подрезали, и затормозить на льду он не успел. Сам он не пострадал, машина опрокинула дорожный знак, повредила остановочный павильон и рекламный щит. Интересно, что в таком положении автомобиль простоял около 4 часов. Авария случилась утром, а эвакуатор приехал только в обед. Я ехал по этой полосе, а машина заворачивалась со второй полосы. Я в нее врезался и улетел сюда. Возможность была уйти от этого остановения? Я пытался, там гололед был. Метро в нашем городе все-таки может появиться. Об этом заявил новый директор Красноярского метрополитена. Кандидатуру Игоря Иванова накануне согласовали на эту должность депутаты городского совета. Раньше он занимал эту должность, потом ушел на повышение, но спустя 8 лет вернулся, потому что увидел перспективы строительства метро, которое начинал создавать еще в 90-х. Ольга Хохлова с подробностями. Я надеюсь, что все финансирование, если оно будет обозначено, начнется с 2018 года. Примерно метрополитен, с сюжетом финансирования, будет виден в Красноярске в течение 3,5 лет. Это выступление депутаты городского совета даже сняли на телефон. Закон заявления о том, что в Красноярске, возможно, все-таки появится метро, точно войдет в историю города. Накануне депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о внеуличном транспорте. В документах речь идет о метрополитенах России. Новый директор Красноярского метрополитена уверен, если закон примут окончательно, будут утверждены инвестиционные проекты, которые, безусловно, коснутся и Красноярска. По-моему, что после универсиады метрополитен будет расконсервирован, и мы приступим к строительству. По сегодняшним ценам эта сумма составляет порядка 64 миллиардов рублей. 4 миллиарда уже было освоено, ведь метро в Красноярске начинали строить еще в 1996 году. Тогда красную ленту перерезал первый заместитель мэра Красноярска Анатолий Матюшенко. В городе было все необходимое. Вот так выглядел проект подземных станций на предмостной площади и железнодорожном вокзале. Планировалось, что красноярцы поедут в скоростных вагонах уже в 2005 году. От улицы Высотной до Лады Хисковели. Это одно плечо. Первая ветка должна была появиться на левом берегу. Ныне советник губернатора Анатолий Матюшенко с удовольствием вспоминает, как строили метро в 90-х. Этот проект ждали все. Из-за Енисея подземку в Красноярске сделали очень глубокой, около 60 метров. В 2008-м на Красрабе заложили камень первой правобережной станции. Но федеральное финансирование закончилось. Метро законсервировали, камень снесли. Но сейчас есть шанс, что метро в Красноярске все же будет. По настоящее время уже построено 3,5 километра. Для того, чтобы мы поехали в Красноярске по метро, надо построить еще 5. То есть 8,5 километра. Учитывая современные технологии строительства, это действительно можно сделать за 3,5 года. Красноярцы уже не раз пытались привлечь внимание краевых властей к долгострою. В 2014 году активисты даже установили импровизированный памятник на этом месте на спуске в подземный переход на улице Матросова. Вот так это выглядело. Таким образом они пытались увековечить память о несбыточной мечте о метро. Сейчас местные власти тратят ежегодно 76 миллионов на консервацию подземки. В руководстве метрополитена уверены, при финансировании из федерального бюджета нужно всего два месяца, чтобы раскопать станции и продолжить строительство. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова новости. И эту тему мы предлагаем обсудить в прямом эфире. Как вы считаете, Красноярское метро – это реальность или все-таки фантазия? Верите ли вы, что когда-нибудь в нашем городе построят метрополитен? Звоните и высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира – 261-62-63. Ваши звонки начинаем принимать сразу же после рекламы. А сейчас к другим темам. Выпавшую с пятого этажа школьницу перевели из реанимации в общее отделение. Напомню, 27 января 15-летняя девочка упала с пятого этажа. Ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Сейчас следователи пытаются выяснить мотивы поступка. Была ли это попытка суицида или несчастный случай. Они изъяли все электронные гаджеты с целью понять, состояла ли она в так называемых группах смерти. Добавлю, накануне стало известно, что Красноярская прокуратура потребовала закрыть все группы смерти. С таким заявлением обратился в суд прокурор железнодорожного района. После вынесения приговора все страницы будут внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных. Облигации федерального займа для населения выпустит Минфин в апреле. В ведомстве их называют народными, хотя минимальное вложение составит 30 тысяч рублей. Красноярские финансисты говорят, что заработать на этих ценных бумагах смогут далеко не все. Что делать с облигациями и кому выгодно вкладывать в них сбережения, расскажет Клавдий Стельмахович. Покупаем. Это у нас отображается вот такой вот точечкой на графике. Все, я купил. Облигации федерального займа финансовый аналитик Митрий Зотов покупает на бирже. Доходность высокая, риски минимальные. Но это вариант для продвинутых пользователей. Народные ценные бумаги продавать будут в банк. Облигации, которые будут продаваться через банки, тоже не даст вам никто красивую бумажку в виде сертификата. Это просто будет договор и подтверждение того, что вы купили. Выписка из депозитария, к примеру, о том, что эти облигации за вами числятся. По сути, облигация – это долговая расписка. Вы даете государству деньги взаим на определенный срок под заранее оговоренный процент. По истечении времени получаете их обратно. Но тут есть несколько нюансов. Рисует схему работы финансовый аналитик. Первый год будет 8,5%. Второй год – это будет 9,5%. И третий год – это 10%. То есть нужно досидеть. Первый выпуск народных облигаций составит 20 миллиардов рублей. Печатать бумаги будут раз в полгода. Желающие смогут купить их пакетом на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей. В основном их будут приобретать те, у кого уже есть вклады. То есть человек, у которого нет накопления, и у него там действительно 36 тысяч рублей зарплата среднемесячная, он, конечно, не сможет ее купить. Либо ему нужно будет сначала полгода накапливать эти деньги, и только потом он сможет приобрести хотя бы один пакет. Гарантом возврата денег служит государство, которое, в отличие от лопнувшего банка, железно выплатит вам все до копейки. Вероятность дефолта минимальна, но красноярцы не спешат скупать облигаций. И такая картина характерна для всей страны. Держатели этого вида ценных бумаг около 2% от всего финансово-активного населения России. Ну, я, наверное, не стал бы. Ну, наверное, стал бы. Почему? Ну, они же возвращаются процентами. Хорошо связано с государством сейчас. В 2012 году при ремонте в бывшем торговом доме купца Годолова был найден клад 50 облигаций, которые выпустило российское правительство Александра Колчака. В современной России облигации для физических лиц тоже выпускают. Примерно каждые 10 лет. Планирование на сегодня, даже трехгодичное, по бюджету федеральному, оно недостаточно эффективно. И начинают уже искать другие источники, которые бы еще могли покрыть дефицит бюджета. Продажу новой облигации федерального займа поступят в апреле. Держателям их обещает стать и сам министр финансов Антон Силуанов. По разным оценкам, сейчас в виде вкладов хранятся около 23 триллионов рублей. Если хотя бы 10% этих денег перетечет в облигации, государство получит широкие возможности для пополнения бюджета. Клавдий Стримахович, Олег Голубин, Афон ТВ Новости. 18 новых светофоров, два десятка лежачих полицейских и шесть сотен знаков осторожно дети планируют установить на улицах города. Кроме этого, необходимо обновить еще 114 светофоров. Из них на 27 установят звуковой сигнал для инвалидов, а также собираются протянуть полтора десятка километров ограждения у пешеходных переходов. Таковы планы работ для повышения безопасности дорожного движения на 2017 год. Средственно, все это выделяют сразу по трем программам. 30 миллионов заложены в городском бюджете и еще 110 в рамках федеральных программ. Сегодня эти средства доведены, аукционная документация подготовлена. В течение марта мы объявим уже на некоторую часть аукционы. И я думаю, где-то в апреле, в конце апреля, в начале мая месяца подрядные организации приступят к реализации данных объемов работы. В этом году приоритет отдается повышению безопасности детей возле школ, садиков и других образовательных учреждений. В Красноярске была создана рабочая группа, в которую вошли дорожные, полицейские, сотрудники департамента городского хозяйства и управления образования. Они установили, что на правобережье многие переходы возле школ нуждаются в модернизации. В прошлом году 57 школ советского центрального, железнодорожного и октябрьского районов повысили безопасность пешеходных переходов. Там обновили зебру и установили лежачие полицейские. В тех местах, где устанавливаются у нас дорожные знаки искусственной неровности, светофоры типа Т7, эффект получается достаточно эффективный, что подтверждается у нас данными ГИБДД по аварийности. В среднем эффект составляет от 20 до 60% именно снижение аварийности с участием детей. В Красноярске набирают обороты производства экономичных светильников со сроком службы до 10 лет. Инновационная разработка принадлежит красноярским инженерам. Она уже получила признание у многих потребителей по всей стране. Новую систему уличного освещения успешно начали внедрять и в Красноярске. И сегодня мэр Эдхам Акбулатов побывал на производстве. Подробности у Алины Мельчаковой. В производстве этих светильников нового поколения есть одна особенность. Они собираются вручную. Электрик Сергей находится в самом начале производственного цикла. Его задача – наматывать катушки. Молодой человек недавно закончил монтажный колледж и работает здесь всего два месяца. Считает, что с работы ему очень повезло. Такая работа, что постоянно что-то новое. То есть даже элементарно сначала пошел, мотал, потом посадили, паять. То есть постоянно что-то новое для себя извлекаешь. Не сидишь на месте, чем ты постоянно занимаешься. То есть время пролетает. А работать комфортно все устраивает. Нового здесь действительно много. Предприятие уникально в своем роде. Несмотря на сложные экономические условия, компании удалось создать конкурентоспособный продукт буквально с нуля. От проектирования и разработки до производства современных светодиодных систем освещения. Ноу-хау скрыто в особом блоке питания. Светильники оснащены инновационным резонансным драйвером со встроенным корректором коэффициента мощности. Это значительно увеличило их энергоэффективность. К тому же они устойчивы к механическим повреждениям и перепадам температур. А также экологически безопасны. Здесь имеет большое значение энергоэффективность. По сравнению с ртутными лампами эффективность превышает более чем в два раза. По сравнению с натриевыми светильниками, то на 10-15 процентов, а то и больше. При этом высокий срок службы. Срок службы светильника достигает более 10 лет. За несколько лет работы предприятия качество продукта уже оценили по всей стране. Светодиодные системы компании установлены практически во всех крупных городах России. Их активно используют и в Красноярске. Сегодня с производством познакомился мэр города Эдхам Акбулатов. Очень отрадно, что предприятие не стоит на месте, работает над новыми изделиями, работает над совершенствованием конструкции. Сотрудничает в том числе с резидентами красноярского бизнес-инкубатора КРИБИ. И таким образом формирует новую хау, которая является уникальными и позволяет повышать качество продукции. В апреле на предприятии запустят новую линейку светильников для офисов и уличного освещения. Кроме того, представители малого бизнеса намерены принять участие в конкурсе на проведение работ по освещению улиц города. Алина Мельчакова, Олег Голубин, Афонтова, новости. 140 тысяч вот таких тюльпанов и нарциссов вырастили в своих теплицах сотрудники управления зеленого строительства. Сегодня цветы проверили инспекторы Центра карантинных растений и Россельхознадзора. Что они обнаружили, знает Дмитрий Пименов. Так жестоко с букетами инспекторы обращаются только во время работы. Сегодня они изучают урожай тюльпанов, что вырос в теплицах управления зеленого строительства. Враг известен. Это карантинные насекомые. Трипсы или табачная белокрылка. Но сегодня попадается только безобидная почвенная мушка. Подозрительных никаких насекомых не нашли. То есть даже насекомых, которые сходны по морфологическим признакам с карантинными объектами, тоже не обнаружены были. Ну и внешне растения не повреждены. Насекомые, которых искали инспекторы, способны испортить любой праздник. Людям вред они не нанесут, но букет быстро потеряет вид. Есть риск заразить и комнатные растения. Например, калифорнийский трипс, поселившись на цветке, питается соком растения, а в образовавшуюся ранку может попасть плесень или инфекция. Табачная белокрылка переносит опасные для цветов вирусы. Поэтому бороться с вредными мушками нужно еще до того, как они попадут не то что в квартиру, а в торговую сеть. Ведь некоторые паразиты устойчивы даже к ядохимикатам. С этими насекомыми очень трудно бороться, потому что они мелкие. У них есть стадии яйца, пронимфы и нимфы, которые не питаются. И в это время с ними, ядохимикатами, например, бесполезно работать. Потому что в основном ядохимикаты действуют на взрослых насекомых. Сейчас у инспекторов, что называется, горячая пора. К празднику в город цветы везут самолетами из Америки, Европы и Азии. Только в прошлом году из-за рубежа в город доставили 3,5 миллиона цветов. И еще полтора миллиона из российских городов. Прямо в аэропорту их проверяют, не приехали ли с ними вредные мушки. И если таких находят, груз уничтожают на месте. К весеннему празднику в красноярских теплицах созрели 140 тысяч тюльпанов и нарциссов. Вердикт инспекторов, эти цветы украсят любой праздник без плачевных последствий. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова Новости. Напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, красноярское метро реальность или все-таки фантазия? Верите ли вы, что когда-нибудь в нашем городе построят метрополитен? Звоните и высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 261-62-63. Прямо сейчас короткая реклама, а после продолжим. Не переключайтесь. Вы знаете, как выглядит мечта? Мечта жить в собственной просторной квартире. Знать о том, что дети всегда под присмотром и не заботиться о погоде за окном. Слобода весны. Следуй своей мечте. Свинина, говядина и курица. Начинка вкусная, сочная, нежная. Свинокомплекс Томский. Много мяса, мало теста. Скажи о своих чувствах. Красиво? Любимые конфеты от Краскон для ваших любимых. Неизменный вкус излюбленных сладостей. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13, строение 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. 906, как ни крути. Вызов такси 2-906-906. Мы ценим время, которое проводим вместе. Домой во дворе, занимаясь спортом и отдыхая в кафе. Но главное, все, что нам нравится, рядом с нашим домом. Новый жилой комплекс на взлетке, новая панорама. Территория комфорта, куда ни посмотри. Покупай у своих. Агрохолдинг «Комарчакский». Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий края. Представляет экологически чистые, натуральные и полезные молочные продукты. Молоко, ряженка, кефир и йогурт. А для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем, есть специальная молочная продукция. Агрохолдинг имеет много наград за разные услуги. В том числе, Комарчакский получил золотую медаль «Лучшая молочная продукция 2015 года». Качественные и свежие молочные продукты под брендом Комарчакский можно купить в магазинах Красноярска, Командор и Алия. А также в фирменных фиосках «Комарчакское молоко». Вы смотрите новости о фонтовой. Мы продолжаем рассказывать о важных и интересных событиях этого дня. В Красноярске все-таки может появиться метро. Об этом заявил новый директор Красноярского метрополитена. И сегодня мы спрашиваем у вас, как вы считаете, метро в нашем городе – это реальность или все-таки фантазия? Телефон прямого эфира – 261-62-63. Звоните, высказывайте свое мнение. И сейчас у нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я в 1998 году самолично работал в тоннеле-проходчиком 6 месяцев. Но нас закрыли, когда началось консервирование у предприятия. И заработанных денег я не получил ни одной копейки. А это очередной пиар-ход или политиков, или тех чиновников, которые хотят на этом заработать себе политические баллы. Либо отмывать денежные средства. Спасибо вам за ваше мнение. Вы считаете, что это пиар-ход и в строительство метро не верите? Еще один телезритель к нам дозвонился. Добрый вечер. Как считаете вы? Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Я считаю, если я соображаю, мы сидим на уране, под нами уран. Ни в коем случае нельзя, правильно женщина высказала, и я ее поддерживаю. Ни в коем случае нельзя метро строить. Нам нужно просто, как говорится, в администрации чиновники свои головы бы построили в нормальную работу людей, то, что люди просят. Нужно просто туда прибавить, чтобы пришли молодые специалисты. Нужно наши развязки хорошие делать. И отрегулировку светофоров нормально сделать. У нас все прекрасно будет. Спасибо вам за ваше мнение. Вы считаете, что вообще полезнее построить в нашем городе развязки? Я добавлю, что метрополитен в Красноярске должен был стать девятым в России и вторым в Сибири. Строительство началось в 96-м году, а прекратилось в 2009-м. Затем вопрос о строительстве метро поднимался вновь в 2013-м году, в 2015-м. И вот снова появилась надежда. Как считаете вы, метро в Красноярске все-таки быть или не быть? Звоните и высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 261-6263. И мы готовы принять еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Васильевна. Метро в нашем городе не нужно. Оно соединяет очень маленькие станции. Нам надо просто автодороги, соединяющие улицы с улицами. То есть вы тоже считаете, что нужны развязки, а не метро? С покровкой можно космос соединить. Спасибо вам за ваше мнение. Я добавлю, что это был последний телефонный звонок в нашем эфире в 21.00. Спасибо всем, кто принял участие в нашем телефонном опросе. А мы продолжаем проект «Жду маму». Давайте знакомиться с новым героем. Вот он. Это Кирилл. Ему два с половиной года. Кирюш серьезный и очень любознательный. Сейчас у малыша сложный период. Он принес операцию и теперь адаптируется. И лишь недавно Кирилл начал делать первые шаги. И в этот момент ему так нужно, чтобы кто-то помог, поддержал, чтобы рядом появился самый родной и близкий человек. Давайте посмотрим историю этого мальчика. Это Кирюша. Ему два с половиной года. Мальчик у нас такой вот своеобразный, очень добрый. Видите, с настороженностью относится к чужим людям. Он делает первые шаги еще так, ходит по опоре. И поэтому, когда вот машинку катает, он как бы тренирует себя в хождении. Давай, вставай на ножки. Вот так, молодец. Поскольку он не научился ходить в свое время, он сейчас уже побаивается. Побаивается упасть, побаивается где-то оступиться. Он принес операцию на сердце, и мы ставили в группе кроватку. Это ему было полтора годика. Мы ставили в группе кроватку, он в ней жил. Представляете, все дети вокруг бегали, а он просто лежал. Ему нужно было несколько недель пролежать в горизонтальном положении. Ну, ничего, он все равно радовался, играл. Жалко его очень. Ну, сейчас уже характер проявляется, маленький мужичок. Возможно, если будет индивидуальный вот этот подход, да, как в семье, у него развиваются очень многие способности. Мальчик музыкальный, мальчик внимательно очень смотрит мультфильмы, фильмы какие-то. То есть, несмотря на все его недостатки по здоровью, у него очень много таких качеств характера, которые будут украшать любую семью, мне кажется. Вот он такой человечек маленький, ну, вот он такой добрый, вот он такая душа у нас. Он такой любимчик у нас всех. Поэтому мы желаем от всего сердца, чтобы у него была семья, понимаете? Чтобы вот у него были и мама, и папа, и также его любили, как мы все. И вот эта вот любовь будет безгранична, потому что такого человека невозможно не любить. Добавлю по вопросам усыновления. Кирилла, обращайтесь в Центр развития семейных форм воспитания или звоните по телефону 258-15-33. 650 спортсменов из 18 регионов страны приехали в Красноярск. И все для того, чтобы поучаствовать во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Весенний кубок». Для многих это шанс попасть на Олимпиаду. Олеся Рожкова расскажет подробнее. Эмоции и артистизм с этого года судьи оценивают не меньше, чем умение спортсменок владеть своим телом. Дополнительные баллы можно заработать, улыбнувшись в такт музыке или сделав яркий жест рукой. Правила вступили в силу с началом нового олимпийского сезона. Авторы посчитали, это украсит спорт. Оценивают умения спортсменок сегодня в том числе судьи и тренеры из сборной России. Соревнования в Красноярске негласно считаются первой ступенью на пути в команду страны. Любому спортсмену нужно расти, нужно иметь перспективу. К сожалению, перспективы девочки-гимнастки за Уралом имеют меньше, чем в европейской части России. Наши соревнования дают возможность показать себя, показать свои возможности тем людям, которые, собственно говоря, и делают нашу гимнастику. Наталья Горбулина – старший тренер сборной России. Сейчас в числе ее воспитанниц одна из красноярок, которую она приметила как раз на весеннем кубке в 2015 году. Рассказывает, за два года уровень участниц значительно вырос. Радуют и упражнения девочек. Правда, вырастить чемпионку не так просто. У юной спортсменки должен быть развит интеллект, заинтересованность в победе, хорошее физическое здоровье и, главное, разумное отношение к нему. Бывают взлеты, бывают падения. Ну тут я вот в частности, я своим гимнасточкам говорю, а ты вспомни притчу о двух лягушках, которые попали в жбан с молоком. Да, и что произошло? С одной, которая сложила лапки, да. А ты, моя хорошая, ну утонула, ну оттолкнись. С 2006 года в сборной России нет ни одной красноярки Дарья Шадрова, подающая надежды спортсменкам. Тренируется в Омске, где сильная тренерская база. В свои 14 кандидат в мастера спорта. Тренер, ну то, что нужно собраться с мыслями, не волноваться, выйти и все сделать. Специалисты отмечают, число желающих заниматься художественной гимнастикой за последние 2-3 года сильно выросло. Число спортивных клубов увеличилось в 6 раз, а в прошлом году открыли первую краевую школу. Подтверждает интерес и число участников весеннего кубка – 650. На соревнованиях можно получить первый разряд кандидата или мастера спорта. 4 марта – заключительный день соревнований. На ковер выйдут сильнейшие участники, в программе будут показательные выступления. Олеся Рожкова, Эдуард Баглай, Афонтова новости. Фотозона, модные платья, украшения со скидками. В преддверии Международного женского дня в Красноярске пройдет третий фэшн-маркет. Гостей ждут 4 и 5 марта в торгово-развлекательном центре галереи Енисей. Посетители смогут приобрести продукцию красноярских дизайнеров, пообщаться с авторами коллекции, сходить на модные показы, мастер-классы, посетить косметическую секцию, а также получить консультацию у профессиональных стилистов. Кроме того, девушки смогут зарегистрироваться на участие в популярном телепроекте известного стилиста Александра Рогова. Будет клевая у нас фотозона в этот раз. Прямо дизайнеры интерьера совместно с фотостудией готовят нам интересную площадку, для того, чтобы наши гости могли сделать себе классные фотографии бренды. У нас приезжает гость Екатерина Елисеева, это генеральный директор компании Профэшн Консалтинг. Мы все с нетерпением ее ждем. Она ответит на многие вопросы наших дизайнеров, которые нас терзают здесь, в Красноярске. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. И хороших вам выходных. До свидания. И о погозе. В субботу в Красноярске будет облачно, возможно, небольшой снег. Ночью минус шесть, днем плюс два. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье тоже возможен снег. Ночью минус четыре, днем плюс три. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Со 2 по 4 марта экспоцентр «Сибирь». При поддержке правительства Красноярского края. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок». Официальные партнеры. Компания «Стиф и Бартон». Сеть цветочных салонов «Крона». Информационные партнеры. Радиостанция «Серебряный дождь. Красноярск». Телекомпания «Афонтово». Журнал «Стольник». Со 2 по 4 марта экспоцентр «Сибирь». Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок». Без возрастных ограничений. Где живут ваши клиенты? Все клиенты живут в квартирах города Красноярска. Курьерская служба «Зеленая почта» гарантирует доставку вашего предложения с точностью до подъезда. Только у нас вложение листовок в полезный еженедельник «Шанс». Звоните 205-2005. Первая керамика на планете. Можно ли в 21 веке воспроизвести древние технологии? Самая первая и самая мирная революция в истории человечества, плодами которой мы пользуемся до сих пор. Древняя история Сибири. Неолит. Часть вторая. Во вторник в 20.05 на Афонтово. Тебе есть что рассказать? Мы доступны во всех популярных приложениях. Плюс семь девятьсот пятьдесят три пятьсот восемьдесят пять четырнадцать четырнадцать. Пиши, звони, будь на связи с городом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова